В минувший вторник в рамках всероссийского проекта «Место встречи с искусством» в Бердском городском музее состоялось торжественное открытие выставки картин известных российских художников. С шедевральными полотнами познакомились и мои коллеги. Третий год путешествует по российским городам и весям проект «Место встречи с искусством». Проект запущен по указу президента Министерством культуры Российской Федерации и финансируется полностью федеральным бюджетом. Выставка в нашем городе стала юбилейной. За все время существования проекта экспозиция выставляется для любителей искусства в 55-й раз. Это большие, интересные полотна. Они связаны с нашей историей, с очень интересной историей. И здесь очень, очень интересная школа у художников. Мне рассказали про каждую картину, потому что я в Кольпушире полностью экскурсию уже прошел. И думаю, будет каждому интересно узнать историю этой картины, каждой картины. И когда ребятишки это узнают, они еще и историю нашей страны узнают. Поэтому я считаю, что это очень важная и нужная выставка. В экспозиции представлены 23 репродукции полотен советской реалистической живописи 20-40-х годов 20-го века. Репродукции с точностью и в полном масштабе повторяют оригиналы, хранящиеся в Третьяковской галерее, Государственном русском музее Санкт-Петербурга и музейном центре Росизо. Организаторы выставки отмечают, что особенность копий в том, что они не просто срисованы неким художником, а выполнены по современным технологиям. На репродукциях полностью воспроизведен рельеф, мазок и техника художника, писавшего оригинал. Этот период ознаменован очень большими событиями, и революция, и новое понимание труда в советском периоде, ну и, соответственно, военный блок, который тоже является очень главной точкой вообще в истории. Надеемся, что ваши отклики и позитивные вообще отношения к этому позволят нам продолжить развить работу проекта. Может быть, уже с другой темой. По многим отзывам, выставка интересна людям разных поколений, так как отражает реальные события в жизни России и показывает исторические личности. Посетители могут посмотреть битву за Севастополь Александра Дейнеки и портрет Александра Невского, художника Корина, чтение письма с фронта и встречу Сталина с чкаловцами. Почти каждая из полотен имеет свою интересную историю, с которой посетители познакомят компетентные экскурсоводы, приехавшие с выставкой. Например, картина Аркадия Пластова «Фашист прилетел». Мы видим, как пролетел самолет и расстрелял мальчика-пастушка. Осенний русский пейзаж. И на фоне умирающей природы – неестественная смерть ребенка. По историческим данным, эту картину Сталин возил на Тегеранскую конференцию. Президенты Рузвельта и Черчилль очень долго на нее смотрели, и она произвела такое впечатление, что считается, что она послужила таким толчком к открытию второго фронта. То есть такое значение приписывают этой работе. В рамках выставки пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Моя картина говорит». В нем принимают участие 30 юных бердских художников в возрасте от 11 до 15 лет. Двое победителей станут участниками финала, который состоится в легендарном лагере «Артек». Выставку «Место встречи с искусством» все желающие могут посетить до 21 сентября.